Утро. Сегодня 9 часа утра, 32 градуса в тени. Завесила так шторами, пускай полтыхается на кабеле. Хочу снять дверь, потому что, видите, она толком не закрывается. Ее повело, вот здесь с крыши капало. Видите, дверь такая вся некрасивая. Приступим. Друзья, еще причина, почему я хочу снять дверь и перевесить. Когда я сколотила эту дверь, построила веранду, дверь оказалась тяжелой, хотя вот я не USB, а вот тонким радиусом оббивала. Но все эти рейки внутри ребра жесткости, в общем, дверь тяжелая, и на весу не могла толком прикрутить. Поэтому она у меня на пороге почти лежала. А вверху щель я поэтому сняла и хочу перевесить, во-первых. Во-вторых, после того, как я на машине вписалась, снесла эту веранду наискосок, и, ну, дверь плохо закрывается и скрипит. В общем, она на пороге, на пороге, получается, лежит на пороге. Мне нужно сейчас вот подколотить, потому что где-то гвоздики повыскакивали. Вот это радиус этот отошел. Вот это вот сейчас, видите, забиваю ее. Когда перекосил эту веранду, там вот как раз вот это место, я бампером в него, дверь приоткрылась, я вот именно в это место бампером стукнулась. Поэтому сейчас гвоздики со шляпками, гвоздики со шляпками, декоративные гвоздики. Вот, забиваю. Попозже. Ну, не сегодня, не завтра. Наверное, эту дверь нужно будет немножко благородить. Декупаж сделаю. Посмотрю. Потому что красить не хочу. Я красила, покрывала лаком. Но лак такой, вы знаете, вода водой, вода водой. А вот это то, что старый баннер был, когда после того, как снесла эту веранду, баннер порвался наверху, и с крыши я с навеса капала на баннер, с баннера стекала на дверь, еще, видите, она вся в потеках. Но это не страшно, я в порядок приведу ее. Вот одну сторону забила. Теперь надо вторую сторону, видите, внизу. Вот в этом месте разошлось. Вот. Надо подливать, потому что гвоздики отошли. Ну, чтобы дальше не сломалась она. Я и так типа тихия. Вот. 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 когда видео на ускоренном режиме все посторонние звуки тоже ускоряются и такой знаете космический звук получается фоновый слышите для того чтобы поднять дверь верху потому что щель было этого чтобы дверь поднять нужен человек мама лежит поэтому для того чтобы самой приподнять я набила рейку на порожек с выступом сюда что потом можно отодрать и буду дверь ставить на эту рейку вся в подтеках вот сейчас видите я вас никак не по не поставлю вот поставил на рейку защелку сейчас вот короче колду выдвину чтобы дверь туда не проваливалась эти закрыла поле меня теперь вот саморезы немножко гвоздиком немножко гвоздик надо пить потом уже закручивать потому что дырочки отверстия тех саморезов уже сместились дверь так и подняла начале прихватила прихватила саморезом до конца не докучала чтоб дверь держала сверху верху внизу чуть-чуть перехватила и вот дальше теперь буду закручивать нормально шторы ставить повесила потому что солнцем и жарко когда на солнце работать спина мокрый некомфортно ну вот все прикрутила теперь нужно будет вот эту рейку убирать она свое дело сделала гвоздик сразу убираю не на руками наступить на них и все ты пошла по высоте нормально но чуть-чуть этот край попозже видите он немножко выбирает потому что дверь немножко повело вот видите внизу верху до конца закрывается внизу нет пойдет стол на место поставить думала убрать друзья но все равно сейчас пока нужно а это друзья вам показываю эти столь стороны как мочканулась машина и вот это рейка как ребра жесткости она сломалась именно вот сейчас те рука там где железка там сучок был и поэтому сучку сломалась поэтому принесла пластину до конца не не переломилась поэтому прикручиваю пластину железную а вот это то что ты живут с левой стороны с левой стороны от вас и снаружи попозже сделаю придумаю не все начались решил от 1 2 сделала значит вот этот свой косяк надо привести в норму более-менее вроде закончила видите здесь не разговариваю потому что так окно в спальне в зале открыто мама кино смотрит чтобы не мешать своей болтовней сейчас пойду к бассейну там поболтаем не уходите друзья привет это зинаш пришло вам показаться как от снайпера блин вас маленько переставлю так спина мокрая блин искупалась вот так водах сверху где-то так вода теплая а внизу холодная приделала дверь там видели да когда открываешь внизу немножко отходит она вот эта балка сама она изначально наверно было немножко с кривизной потом вода капала с баннера она немножко вело поэтому пускай будет все лучше чем ничего пока дверь не буду переделать тяжелый опять опять брать эти реки опять колотить как есть так есть когда уже отвалится сломается дверь тогда уже будем думать будет день будет пища вчера многие просили вчера и раньше ноги просили рассказать как я научилась водить машину друзья давайте будем честными я выучилась не то что выучилась девяносто девятом году вышла секрета училищем воды муж мне сказал про отделе работы не будешь пошли ко мне училище вот пришли пришла туда а там у нас тогда при обучении по желанию выдавали эти водительские права обучали на права муж говорит давай пока здесь у нас все в руках получи права получила права но там бы сколько там плац и там толком никто не ездит там просто в кабинетах тренажеры учили как руль крутить как перехватывать повороты тормоз там такие как парта были и с педалями и руль но уже нужно уметь крутить руль в экстренной ситуации это пригождается при поворотах вот потом уже когда разошлась получила права документы до спор есть что я обучалась до этого как правитель работала мне там ребята учили на жигулях ездить на уазике ну как учили допустим угнанную девятку нашли подброси до дома не гацани садись я я прошла говорю научить меня машину водить машину не готовься потом в смысле подготовься я готова ягод ну ты на каблуках каблуки сняла туфли сняла и шаляпина берегового до орбиты ехала ну как ехала за руль держалась газ тормоз показали еду довольна как удав оказывается рядом сидели и снизу руль держали для подстраховки им то жить хочется вот потом уже когда с училища ушла получила права потом периодичность уже срок подходил меняла права помните как кавказка пленце как тос произносил один из героев говорил есть возможность купить козу но нету желания и есть желание купить не помню дом наверное но нету возможности так и у меня желание было возможности не было дети маленькие и вот 9 лет назад хотел средств на бывшую машину на honda прежде чем купить я говорила я прежде чем купить такие не то что крупные покупки делать даже что-то делать я заранее это время какой-то мониторю интернет читаю смотрю у меня был вначале хотела гольф тройку купить а потом когда телохранителем работала у нас там домработница она купила гольф гольф двойку и до офиса поехали и знаете мне вообще не понравилось оно как спичный коробок вся машина дребезжит никакой звукоизоляция низкая маленькая вот благо только что что 1 и 3 или 1 и 6 там объем вот потом у нас следователь ниже меня жил от каотка от корида от корона умер такой дядька блин кинеса у него honda сэр виппелла 95 года он как не проходишь мой длинный дом следующий его дом как не проходишь он машину вытирает как не проходишь он там что-то подкручивает и мы с ним хорошо общались он старше меня давно на пенсии был я говорю вот так агру тоже хочу такую машину он год ты на ней ездила нет на хонде не ездила он готовой один день он говорит твой выходи поедем в сторону каскелена там все колдаебины и там по поездишь и вот поехали там сопки он посадил за руль показал это поездила немного но поездила потом меня постоял выбор между honda цельвий на которой я попробовала поездить и raw 4 я говорил у нас ну не в алматы в казахстане раньше как-то сейчас как-то перестали раньше говорили только в машинце только вот так как любовницы обычно своим любовницам дарили машины такие они считались как женские toyota raw 4 но посмотрела по интернету них у одной что-то лучше у другой машины у хонды что-то хуже о это все но в принципе они одинаковые поэтому вот само то то слово что это то холдмашнице что-то машина любовниц я не захотела брать ее во первых мне если кто-то подарил бы машину тогда другое дело пускай хоть как бы называли меня а так за свои деньги покупать потом знаете как ходи доказывать нет я сама купила нет это не подарили то я сама купила зачем вот в общем никому не тогда папу же не было и брату не маме не говорила и вы знаете сколько смотрела по объявлению по колесам там впереди когда сидишь вот между моим креслом и пассажирским там просто найти такой откидной как столик с дырочками для стаканов подстаканник а у одних я видела как у меня бардачок бардачок здесь рядом тоже подстаканники есть можно стаканы ставить сзади подстаканники здесь как бардачок крышка так открывается внутри такого отсек хороший и потом крышка открывается и под над этим бардачком тоже еще можно там вложить бумажки ручки но не знаю почему-то мне такую хотелось и мне никогда не нравился серебристый металлик не серебристый не золотистый металлик никогда не нравилось не нравились машины блестящие вы и смотришь на них глаза слепит вот мне нравились знаете темно-вишневый темно-зеленый темно-бордовый темно-синий черные нравились вот и по объявлениям ездила смотрела попадались и темно-зеленый темно-вишневые в общем то сиденья задние убиты и, вы знаете, в поролоне дырки, они там тряпкой закрывают, то переднее сидение какое-то, знаете, продавленное. Сосед сверху был, он в Хонда-центре где-то работал, и говорит, там у моего шефа, говорит, сестренка продает Хонду. Я ее сам ходовку сделал, съездив в Калкаман. Поехала, девушка на Хюндай приехала, и говорит, это машина моего отца. И смотрю, во дворе отец ее ходит, он без ноги, на костылях. Вот стыдно сказать, да? Она говорит, сядьте за руль. Я говорю, да нет, ну, как-то неудобно говорить. Я говорю, да нет, я с вами рядом сяду, давайте проедемся. Она села, проехались по Калкаману. Ну, посмотрела, единственное, там на капоте краска слезла, вы знаете, какого-то кислоту разлили, и краска облезла. И такая, знаете, бледная, такая тусклая, облезлая. Не понравилось. И причем дорого она продавалась. Не помню, какая цена. Я купила свою за миллион семьсот. А ее машина за две двести, два миллиона двести было. Я думаю, блин. И вечером идут сосед, говорит, ну что, посмотрела? Я говорю, да, посмотрела. Он говорит, да что? Я говорю, да, ну она какая-то вся облезла. Он говорит, вы, блин, женщины, вам лишь бы красиво было. Зато ходовка, прям, для шефа готовил, сделал, говорит, для продажи. Поэтому я там сам это, ручаю за все. Я говорю, ой, нет. Ну, друзья, ну, во-первых, это первая машина в моей жизни. Собственная, которую я могла позволить себе купить. Потом, допустим, я куплю такую машину. А сосед сказал, говорит, ой, потом загонишь, перекрасят тебе. Я от этого вообще далека была. Думаю, как вот купить, потом ходить ремонтировать ее, покрасить, там все. Во-первых. Во-вторых, там сидение водительское. Он, отец без ноги же, он садился, ну, садился, ладно. А когда выходил, он, знаете, вот так вот, не просто, как мы так ногу ставим, попу приподнимаем и выходим. У него же ноги нету, и он на бок поворачивался и стекал, сползал. И то все сидение, знаете, поролон весь продавленный и какие-то пятна. Такое ощущение, что, знаете, человек, ну, не держа ни мочи, или там кала, я не знаю, таких, знаете, странные какие-то подтеки были. А сосед сверху говорит, ой, да потом поменяло бы, вот на авторазборе поменяло бы кресло. Понимаете? Покраска, кресло поменять. Передние сидения, задние сидения тоже в подтеках были, может, его возили, я не знаю. Вот, не захотела. И вот ездила везде, смотрела по объявлениям. Темно-зеленые, темно-бордовые, темно-черная, черная Хонда была. Тоже дорогие, но они все без вот этого бардачка между сидениями. Все с подстаканниками. Долго смотрела, друзья. И постоянно в городе, в автобусе едешь, именно в автобусе в окно смотришь, именно Хонды попадаются. Потом как-то вечером легла, колеса по привычке открыла, смотрю, только что упало объявление. Обычно, когда в объявлении смотришь, там 15-20 фотографий, и так, 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 каждую деталь, полики, там чехлы, все снимаю, фотографирую. А здесь всего две фотографии было. Так, фас и анфас. Все. Серебрист и металлик. Посмотрела, думаю, блин, серебрист и металлик. Ну, думаю, ладно, съезжу, посмотрю. Миллион. Миллион. Восемьсот. Или восемьсот. Миллион. Миллион семьсот. Миллион семьсот. Миллион семьсот, они про себя цену выставили. Девятьдесят шестого. Вечером, десять часов. Я с утра рано встала, позвонила им. Я говорю, здрасте, можно машину посмотреть? Они говорят, да, подъезжайте на Сифульно-Белинского. Я быстро на автобус приехала, там чуть ниже по Белинского. Смотрю, два русских парня сидят, здоровые. Здрасте, здрасте. Машину открывают, дверцу, и вот этот бардачок. И вы знаете, вот я в те машины, которые смотрела, еще вот толком же машину водить не умею. Сажусь, они говорят, ну садитесь, сядьте, почувствуйте машину. Садишься, и вот этих всех нюансов, все кресло, вот это все, недочетов не видишь. Вот садишься, и вот как-то, ну не то. Бывало у вас такое, что когда, допустим, пальто, пальто или там кофту надеваешь, вот некоторые вещи раз, и тапочки, или обувь надеваешь, раз, и как на тебя, вот прямо по тебе. И обувь надеваешь, раз, и прямо дома. А бывает вот вроде вещь хорошая, добротная такая, цвет хороший, все устраивает. Надеваешь, и, ну вот, не поймешь, что-то то ли давит, то ли не давит, то ли вот что-то вот такое. Вот такое ощущение было. В те машины, в эту машину они вышли, здоровых два парня русские, качки, здоровые, молодые ребята. Они на меня посмотрели, и так посмотрели, говорят, а вы одна? Я говорю, а что, еще кто-то должен быть? Они говорят, ну не знаю, вот обычно, когда машины приезжают, смотреть, тем более женщины, рядом какие-то мужчины, там сопровождение. И я им такая деловая говорю, ребят, вы не смотрите, что я такая маленькая и худая, и кашляю. Я вас, если что, говорю, двоих уложу. Они так на меня посмотрели, улыбнулись. Они говорят, ну сядьте, проедетесь, тест-драйв. Блин, тест-драйв, думаю, блин. А там такой, знаете, какая-то организация, ну, и как мини-стояночка. Я говорю, да нет, говорю, этот, просто этот капот откройте, заведите машину, я послушаю движок. Умный вид делаю. Как-то я, знаете, профи, профи, прожженный профи. Они капот открыли, завели машину. Я так с умным, с умным видом, вы что, с умным видом послушала. Ну, на слух вроде нормально все, не стучит, не тарахтит. Машина как машина. Они говорят, ну сядьте в машину, посмотрите. А, они говорят, вы проехаться не хотите? Я говорю, да нет, говорю, я так послушала, просто сяду, говорю, вот это, посмотрю, моя машина, не моя. Дверцу открыла, села, друзья. Вот тот случай, когда, знаете, села, я не знаю почему. Такие же, такие же все машины, просто цвета разные. Села, и вот, знаете, вот как сейчас сажусь в свою машину, Вот тогда было такое ощущение, что это моя машина. Я говорю, поехали на СТО, посмотрим, поднимем машину. Они переглянулись, говорят, поехали. Там, говорит, по такому-то адресу есть СТО. Я думаю, так, значит, там свои люди. Приеду, они расхвалят, скажут, нормально, нормально. Я говорю, нет, давайте поедем нейтральную, ни в нашу, ни в мою. Они говорят, хорошо. Хорошо, поехали в Войноблак, вниз спустились. В Войноблаке на одно СТО, там машин много, другое место там закрыто. Потом они говорят, здесь какой-то тоже СТО есть. Заехали, там человека этого нету. И по Войноблаку, где постоянно поворачиваем по Паладина, повернули, смотрю, с левой стороны новое СТО, пустое, машин нету. Я говорю, давайте сюда заедем. Заехали, там дедок русский. Здрасте, здрасте. Ребята говорят, вы можете машину поднять? Я говорю, посмотрите, мы продаем машину. А, машину поднять. Он говорит, хорошо. Загнали машину. Он поднял ее. Сам ходит. Я внизу. Ох, дорогие. С умным видом хожу. Посмотрел, машина грязная внизу. Ну, как машина ездила же. Там где-то ржавчина, где-то это. Он посходил, посмотрел. Потом машину опустил, открыл капот. Вот, наткнулся, воткнулся туда. Я с умным видом тоже. У нас две задницы только торчали с этого. С капота. Парни стоят. Дед посмотрел, там посмотрел. Смотрит, там руками щупает все. И на меня поворачиваются. Говорит, вы хотите машину купить? Я говорю, да. Он говорит, берите хорошая машина. Потом ребятам поворачиваются, говорит, битая машина мордой. Они говорят, да. Отец, говорит, ой, не отец, дедушка, говорит, ехал, говорит, и, короче, то ли заграждение не увидел, говорит, и вписался, говорит. А так, говорит, она больше не битая. Он говорит, да, да. Я послышала по слову битая, думаю, блин. Дядька говорит, там, мужчине, говорю, ой, блин, битая. Он говорит, не переживай, машина хорошая. Единственное, я тебе напишу, что нужно сделать с ней. Я говорю, ой, блин. Я сколько машин смотрю, обязательно что-то она уже делает. Он говорит, а как ты хотела? 96-го года. Там, единственное, нужно поменять, вот внизу, когда поднимали машинку, пыльники, гранаты подменять. Для меня это вообще ничего не значило, что такое пыльники. Пыльники, гранаты поменять и реставрация рулевой рейки. Это мне тоже ничего не говорило. Я говорю, вы мне напишите. Он говорит, хорошо, написал. Опустил машину. Говорит, берите хорошую машину. Мне, не при них. Я говорю, поехали. Поехали в банк. Сняла деньги. И прежде чем отдавать, я говорю, ребят, но на базаре так не бывает. На базаре два дурака. Один продает, другой покупает. Говорю, скиньте немного. А хозяин машины уперся. Говорит, нет. 17 миллион 700 и все. Я говорю, ой, ребята, ну я пенсионер. Туда-сюда. Мне надо переоформление. Я же слышу, как мужчины разговаривают, когда при покупке, при подаже. Они говорят, ой, оформление. Чего оформление будет? Думаю, наверное, дорого. Он говорит, нет, нет, нет. Не хотите, не берите. Мы только ночью же выставили, поэтому покупатели будут за такую цену. И рядом парень стоял. Говорит, да ладно, как ты его назвал? Сашка, что ли? Говорит, ну скинь немножко. Он говорит, хорошо, 10 тысяч. Я, не знаю, думаю, много или мало, думаю, ну, недовольна, ведь сделала. Ну, ладно, хоть 10 тысяч. Деньги отдала. Они говорят, поехали в автоцон. Я говорю, поехали. Поехали на Майлина. Где аэропортовская развязка, там автоцон был. Сейчас убрали. Поехали туда, оставили машину, зашли туда, переоформили. Он позвонил знакомому и говорит, оставь мне мои номера. Я думаю, блин, почему они мои номера пока, я уже деньги отдала же. А нет, нет, деньги я уже после оформления отдала. Я думаю, почему мои номера забирают? А потом там у парней спросил, они говорят, да, там кто хочет, допустим, свои номера оставить, он оставляет. Я думаю, да какая разница, блин. А у них типа зеркальных 424, вот такое было. Вот. Оформили все. И мне сказали, ждите, вас по аталону вызовут, когда будет готово. На улицу вышли, деньги отдала, они ключи отдали. Спасибо, до свидания, счастливо. Я говорю, все, спасибо, до свидания, счастливо. Они уехали. За ними, уехали они. Тут позвали меня, права отдали, номера отдали. Как приключить номера, я не знаю. И так, и так. Вот задние номера квадратные вроде вставила, а передние не знаю, как вставить. И там мужчины стоят, говорю, вы не поможете им номера поставить? Они говорят, пожалуйста, поставили номера. Это было, наверное, часов, часа в 4, в 3, наверное, в 5, где-то в этом промежутке. Ну, ближе к обеду. Я с утра поехала, пока ездили, ближе к обеду, может, где-то с 2 до 5, где-то вот так, до 4 было. Все, номера получила, села в машину. И тут меня, друзья, озарило. Блин, я же машину купила. А как я поеду? А, нет, други. Перед этим, это я, по-моему, летом купила, а осенью я, думаю, ну, мониторила, чтобы машину купить. Я записалась на курсы практического вождения по Гагарина. Поехала, там русский мужчина, 10 занятий. А потом он говорит, ну, это, говорит, 10 часов или 10 занятий по часу. Думаю, час это, как, 60 минут, а это, кажется, академически 45 минут. Вот он говорит, в общем, получается, 5 занятий, не 10, а 5 занятий. Потому что, говорит, если 10 занятий растягивать, только сел, пока поболтали, туда-сюда, уже все, уже надо, занятий окончилось. Лучше, говорит, по часу. Я говорю, хорошо. Он там на маленькой улочке показал, как парковаться, боковая парковка, передом заезжать, задом заезжать. Показал тебе, говорит, садитесь за руль. Когда права получали, я говорю, ну, я училась в 99-м, права где-то в 2001-м, по-моему, в 2002-м году получила. Говорю, говорит, хорошо, вот это газ, вот это тормоз, нажимаем медленно. Потому что я сколько видела, вот, видео, знакомых видела, женщины, женщины, ну, в основном женщины, подняла. Когда садятся за руль, резко на газ нажимают, и машина, ты-дых, ты-дых, вот так, на газ, и потом на тормоз, и машина вот так дергается. И инструктора всегда ругались. Он говорит, на газ нажимайте медленно. Я говорю, да-да, сижу за рулем. Я говорю, ну, это, я знаю, как в швейной машинке, у меня электрическая машинка швейная. К чему это было сказано? Он на меня так посмотрел, говорит, ну, да, почти то же самое. Потому что со швейной машинкой на педаль только нажмешь, если резко нажмешь, она вррр, едет же. А когда медленно нажимаешь, а там медленно нажимаешь, и вот надо чувствовать ногой педаль. И тогда машинка потихоньку шьет. Если, допустим, нужно прямую строчку просто, тогда уже сильно вот так ткань держишь, уже нажимаешь, она вррр, шьет. Правильно же? В общем, села за руль, поехали, там, квадрат до Абая, в общем, круг сделали, приехали. Он говорит, паркуйтесь, припарковалась. Он говорит, ну, что я вам скажу, для первого занятия очень даже неплохо. Ну, вы, говорит, кадры про швейную машинку. Я говорю, ну, да. Домой ехала, вышла с машины, а меня, как говорят, Светлана с Гомеля, говорит, что трусит меня. Руки-ноги так дребезжат. Домой приехала, ночью спать не могу, так вот, на эмоциях. Потом второй день, на третий день, он уже при, вечером, второй день мы там покатались. И он говорит, вы где живете? Я говорю, в орбите. Он говорит, давайте, я вас отецу, потому что мне в Акса ехать домой. На этом, на этом, ну, это его, видимо, машина. Мне, говорит, так удобнее. Говорю, ой, так еще лучше. Он меня в орбите оставил, сам уехал. Я говорю, утром я за вами заеду. Давайте, говорит, с утра поедем. А так, два дня вечером ездили. Я говорю, хорошо, с утра. Заехал, сели. Села я в машину. И говорит, поехали. А, он доехал до Гагарина, там, где, ну, видимо, их там проверяют. Там я пересела. И поехали. Он говорит, поехали. Едем, едем, едем. По Жароково спускаемся. Выезжаем. Надо выезжать на Абая. А там Жароково-Абая с правой стороны. Я не знаю, сейчас там метро этот сделали. Вот эту подземку. А там, по-моему, чуть дальше. По-моему, заправка так и осталась. Он говорит, давайте заедем на... Заправимся. Заправимся. На заправку заезжайте. Я вообще не умею. А там, тем более, на заправку, знаете, на бугорок нужно заезжать. Я говорю, ой, как заезжать? Он говорит, молча. Заехала. Он говорит, возле бензоколонки. Тормозите. Притормозил. Он пошел, заплатил. Поехали. Поехали по Абая до Ауэзова. А, по Абая. Потом по Ауэзова. Вниз спустились. Повернули по Тимирязево. По Тимирязево ехали. Потом где-то какие-то закутки. И самое, знаете, время уже обед. Самое время обеда люди на обед ездят домой куда-то. Пробки страшные. У меня ладони вспотели. Я сижу, говорю, давайте в следующий раз рано утром или поздно вечером, чтобы машин не было. Он говорит, наоборот, нужно учиться, когда в час пик. Тогда нужно учиться. Я говорю, ой, там людей много. Он говорит, ну, каждый за рулем своей машины. Поэтому не будете, поехали. Я еду, у меня спина мокрая. Руки вот так. Я вот так руль держала. Коленки закаменели. Вот так вот. Проехали. В общем, так, пять занятий проездили. И вот, последнее занятие, как раз пятница была. Я Баурсаки спекла. Он подъехал со мной. Говорит, поехали. Сегодня последнее занятие. Я говорю, да. И вот, Баурсаки. Сели, поболтали, поели. Он там лимонад купили. 0,5. Себе. Он себе, я себе купили. Сидим в машине, Баурсаки кушаем. И этот. Он говорит, ну что, я вам скажу. Для новичка вы очень хорошо водите машину. Самое главное, это чувствовать машину. Но я вот ногами чувствую. Когда скорость набирается, значит, когда нажимаешь на газ, на тормоз. Я это все чувствую ногой. Но габариты машины. Там я на... Ой, извиняюсь. Не помню, то ли на Ауди. Ну, такая вот селедка. Маленькая машина, низкая машина училась ездить. Вот. Он говорит, вы машину взяли? Я говорю, нет. Я хочу Хонду. Он говорит, а возьмите, у меня машина Киа есть. Какой цвет? Он говорит, оранжевый. Оранжевый. Я думаю, блин, наверное, какое-то говно хочет мне спихнуть. Я говорю, нет, я хочу это Хонду купить. Он говорит, ну, хозяин, барин. Ну, распрощались. Спасибо, спасибо я ему. Потом вот эту машину переоформила. Уже купила. Переоформила. Все. Номера приделала. Права на руках. Ключи в руках. И тут меня озарило. Блин. Я купила машину. А куда я буду на ней ездить? Я, во-первых, тогда уже не работала. Брат в общаге жил. Мама в другом месте жила. Я в другом месте. На работу ездить? Нет. Куда я буду ездить? Зачем я купила машину? Во-первых. Во-вторых, с инструктором сидеть. Как бы он там ни кричал, как бы он там ни ругался. Но знаешь, что человек всегда тебя притормозит. Поможет тебе в экстренной ситуации. А здесь как раз, знаете, был, я не знаю, наверное, этот родительский день. Во! Родительский день был, когда я машину купила. Потому что мы в Войноблак не могли веехать. Пробки страшные днем. Страшные были с утра пробки. Я пока ехала туда машину смотреть. Почему пробки? Вспомнила. Родительский день был. Я не знаю, когда какого-то месяца. Ну, тепло было. Сижу и думаю, блин, зачем я купила машину? Как я поеду? Стал заводить. Ключ не заводится, машина. Ключу-ключу, не заводится. Я давай им звоню. Говорю, ребята, в чем дело? Машина не заводится. Они, как не заводится? Я говорю, ну, вот так не заводится. Вы что, меня сейчас за лохушку держите? Они говорят, сейчас мы приедем. Через какое-то время смотря, они на пирожковозе приезжают, ключи берут, говорит, раз, джек, машина завелась. Хозяин парень говорит, заводится же нормально, говорит, блин, мы до Оксая уехали, там с Оксая быстро примчались по пробкам. И его напарник, этот дурк, его говорит, покажите, как вы заводили машину. Я ключи вставила, у меня руки трясутся, поворачиваю, она не заводится. Он говорит, втыкаете ключ, нажимаете и проворачиваете. Я нажала, провернула, машина завелась. Я говорю, ну, я так заводила, говорю, я так и делала, но машина не заводилась. Вдруг улыбнулся. Ну, видишь, что тетка гонит? И уехали. Я говорю, все, спасибо. Как ехать домой? Блин, вообще в шоке было, я не знаю. Сижу, сижу, друзья мои, я заревела и сижу, реву. Думаю, нахер я купила машину. Что мне, деньги? Ляжку жгли, что ли? Лежали себе на депозите, лежали, каждый месяц проценты шли. Сижу, реву. Думаю, как я выйду? Как я домой поеду? Ну, я город знаю. Думаю, о пробке на Майлина посмотрела. Там вообще, вообще вот так вот, друг дружки все едут. Думаю, как я выезжать буду в поток? Потом сидела, потом думала, оп, мне умная мысль пришла. Думаю, а я подожду, когда этот час пик пройдет. Пускай-то поздно будет. Выйду, когда на улице, на дороге не будет машин. И спокойненько поеду. Думаю, ох, какая я умная, блин. Сижу довольная. Пошла, купила пирожок, сушняк купила за пивон. Сижу. Думаю, буду ждать. Ничего страшного. В машине полежу, если что. Это моя машина. Я купила себе машину. Еще брату маме не звонила. Сижу. Сижу такая довольная. Жду час пик. Тут у меня еще умные мысли приходят. Как будто, знаете, вот внутри кто-то со мной разговаривает. Алло. А если, допустим, где-то часов пять уже было. Ну, думаю, пару часов посижу, подожду. А потом думаю, блин. А там, в этом автоционе, ворота такие железные. Думаю, блин, сейчас до шести работают они, по-моему. Думаю, шесть часов придут, скажут, девушка, выезжайте, мы закрываемся. Триндец. И что толку я здесь буду сидеть? Блин. Села. Опять реву. Как я поеду? Страшно до ужаса, друзья мои. Одна. Думаю, плачь, не плачь. Ну, куда сейчас им звонить и сказать, ой, давайте переоформлять, верните меденьки. Я раз хотела машину брать, но это тупость. Они меня пошлют просто и все. И тем более, после вот этого, то, что ключи не заводятся, они меня вообще заблокировали, наверное, и не станут брать мой телефон. Думаю, ну, дело сделано, надо ехать. Села, вцепилась в руль, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Там еще мужик стоял, мне показывал, ну, видите, что по лицу, что я первый раз. Он мне показывал, разворачивался, говорит, теперь прямо, говорит, езжайте. Я так еще рукой махнула, выехала, поворотник включила, автобус остановился там на остановке. И в это время я вписалась, выехала в общий поток и еду. Блин, друзья, я еду и сама с собой. Я еду, еду, я сама еду, я сама еду, я сама, сама, это моя машина. В машине я просто дупо сидела, вот так вот орала. Тут, не знаю, что-то меня осенило. Остановила машину, вышла, посмотрела, фары не включенные. Зашла в машину, включила фары и поехала. Вот, друзья, у меня батарейка заканчивается. Остальное попозже расскажу. Хорошо? Время, тем более, обед, обед. Пойду маму кормить. Давайте.